Переходим к рассказу Андрея Битова «Большой шар». Папа брился. Делал он это обстоятельно. Он оттягивал пальцем кожу на взмыленной щеке, проводил бритвой, трогал пальцем выбритое место, вытирал бритву и палец о газету. Он надувал то левую щеку, то правую, вбирал нижнюю губу и при этом еще пел. Папа гладил брюки. Он плевал на пальцы и шлепал по брюху утюга. Он фыркал на брюки и при этом пел. Тоня была как на иголках. Она сидела на краешке дивана, положив руки на колени и выпрямив спину. Всем своим видом показываю, как она терпеливо ждет. Любимец, довоенный еще пупс, без ноги и черномазый, лежал за ее спиной сиротливый, непрекаянный. Тоня сидела, а потом скакивала, подбегала к окну и, вспрыгнув, ложилась на него животом. Окно выходило во двор, и там было серо и пусто. Выше было голубое-голубое небо, а во дворе было от этого и вовсе пусто. Ну, пробежал мальчишка, пища, уйди, уйди, и скрылся в подворотне. Из подворотни доносился гул волнами. Тоня сползла с подоконника и снова примастилась на краешек дивана. Терпеливо ждать папа, уже в брюхах, начинял карманы. «Когда же я куплю пиджак?» Сказал папа, надевая побуревший кифель. Он еще раз посмотрел на себя в зеркало, почему-то насупился, поджал губы, сдвинул брови и, сохраняя это суровое и красивое лицо, повернулся к Тони искоса, еще поглядывая в зеркало, и сказал, «Ну, пошли, Антон, вот здесь я запускаю вопрос вам, почему он называет ее Антоном?» «Все мы хотим, не знаю». Они вышли из подворотни и остановились, привыкая к свету и шуму. Бесконечно серой лентой, а выше красные пятна лозунгов, а выше очень голубое небо тянулось по улице демонстрация. И как берега люди, никуда пока не идущие, смотрят на демонстранта. Солнце лилось на Тоню и на папу, и они щурились. И рыжие Тонины волосы горели на солнце. Папа посмотрел на нее и сказал, «Ты у меня сегодня как флажок». Он еще постоял немного, глядя на демонстрантов, и заторопился. Рядом с домом был садик, и туда он и отвел Тоню. «Это был очень удобный садик. В двух шагах, ребенок на воздухе, в безопасности, и не надо на улицу переходить. Ну, Антон, ты тут погуляй, а я схожу, мне надо. В одно место». И повернулся, и пошел. Ушел, и Тоня сразу услышала, «Лиса! Лиса под рекеем появилась!» Подскочили мальчишки и за косу дернули, и она кого-то за нос, и звали попрыгать на аэростате. Но это все было неинтересно сегодня. И аэростат, который полуспущенный, лежал огромной пухлой лепешкой на пустыре за развалинами, и на котором так здорово было прыгать. И сами развалины, которые сразу начинались за садиком. И Тоня снова очутилась на улице. Колонны шли и шли, а на тротуаре шла торговля. Слева продавали красно-зеленые бумажные шарики на палочках. Справа две цыганки, торговавшие шарами, ссорились из-за шаров, вернее, из-за жалкой синей шкурки, которую можно надуть, и она станет синим шаром. Они тянули шкурку в разные стороны, дергали то одна, то другая, словно пилили. Это мой шар! Нет, это мой шар! Нет, это твой шар! Нет, это мой! Шкурка лопнула. Нет шара. И тогда они ссорились из-за места. Чье оно? Кто из двух первых пришел, и кто раньше его занял, и тоже не могли договориться. Колонны шли и шли. Тоня очень захотелось идти со всеми вот в этой вот колонне. Может, нести что-нибудь, может, петь, но главное — идти в колонне. Тут, правда, все незнакомые люди, и Тоня колебалась. Вот сделает шаг, и она уже в колонне, и идет со всеми. И она не делала этого шага. И сердце колотилось от этого так часто-часто. Только шаг. Трень, бом, динь, словно где-то далеко зазвенил колокольчик. Тоня уже в шеренге и идет со всеми. Никто не удивился и не спросил ничего. Она шла с этими многими незнакомыми людьми, и от этого что-то прыгало внутри, радостное, щенячье. Ей самой хотелось прыгать, но Тоня не прыгала. И тут сбоку, обгоняя колонну, прошел очень серьезный солдат. И было с ним что-то удивительное. На голове был шлем с наушниками. За плечами металлический ящик. Сразу видно сложный-сложный аппарат. От ящика вверх железный пруд. Он торчал над головой. Солдат шел в таком виде, серьезно и важно. И был он как человек, на которого смотрят. Ничего не видел вокруг. Он прошел, как не из этого мира, погруженный во что-то, сбоку колонны, обгоняя трень-бом-день. Прозвенело где-то внутри Тони. И в то же время, словно издалека, и она тоже обгоняет колонну сбоку, следом за солдатом. Она с трудом поспевала за ним, сталкиваясь с демонстрантами, обегая их. И почему-то он ее не заметил. Так они двигались некоторое время вдоль колонны, как вдруг солдат свернул на боковую улицу. Она была безлюдна. А после такого многолюдия казалось особенно пустое и тихое. Солнце делило улицу вдоль. Одна сторона была, залита им на другой уступами резкие тени. Они шли по теневой. И странной казалась другая светлая. И пустынность, и тишина, и флаги от дома к дому тоже казались странными. Солдат стал переходить на солнечную сторону, и вдруг заметил метнувшийся за ним Тони. Он приостановился. И Тони остановилась, не зная, куда деться на этой пустой улице и что теперь будет. «Что тебе, девочка?» — сказал солдат и отогнул один из наушников. Тони молчала. Солдат засмеялся и полез в карман. Достал что-то, повертел в руках. «На!» — протянул он Тони. Тони отступила и недоверчиво на него посмотрела. «На же, бери!» — еще раз сказал солдат и шагнул к ней. «Это твои волосы!» Тони испугалась, эмоционально взяла, все еще глядя ему в лицо. За его головой колебался железный пруд. Солдат засмеялся и пошел. Тони посмотрела, что у нее в руке. А это была маленькая катушка с рыжей проволокой, тоненькой, как волосок, и шелковистой. Тони подняла голову и поискала глазами солдата. Но он уже был далеко-далеко и тут свернул в подворотню большого серого дома. У самой подворотни он обернулся, увидел Тоню и помахал ей рукой. А издали словно поманил и скрылся. Тоня медленно подошла к дому. В подворотне были громоздкие деревянные ворота, сплошные, пригнанные. Тоня стояла и разглядывала их. Она видела полоску посередине, где разделялись створки и прямоугольник. Внизу одной из створок, наверное, туда и скрылся солдат. И тут в другой створке откинулось маленькое окошко, и оттуда выглянул кто-то и сказал, «А тебе что тут надо? Проходи, пацанка, проходи!» Тоня испугалась и побежала, свернула в какую-то из улицы еще раз и перешла на шаг. Тоня совсем успокоилась, шла по какой-то незнакомой улице, и слева был парк за красивой решеткой. А справа очень длинное здание с белыми колоннами, а впереди купол церкви. И ни одного разрушенного здания не было на этой улице, и ни одного человека. Тоня шла, зажав катушку в кулаке и поглаживая одним пальцем шелковую проволоку. Шла и не узнавала этих мест. Она пыталась представить, в какой стороне находится их улица, по которой она шла с колонной и на которой стоит их дом. И это ей не очень удавалось. И может, вовсе это не ее город. Такой солнечный, красивый и пустой, а другой, совсем другой, волшебный. Тут случаются необыкновенные вещи. Такие она никак не могла представить, какие. И тогда из боковой улочки вышла женщина. На руках у нее был малыш, а выше, выше, на голубом небе, огромный. Таких не бывает даже. Красный шар. Трень-бом-тень! Трень-бом-тень! Настойчивый, где-то уже совсем рядом с Тоней, зазвенел колокольчик. Шар! И золотой кораблик на нем. Шар натягивал нитку в руках у женщины и рвался вверх. Трень-бом-тень! Трень-бом-тень! Тоня и не заметила, как оказалась прямо перед женщиной с малышом и встала. Она и не видела их, она видела только большой и такой круглый прекрасный шар. А таких больших и не бывает вовсе. Женщины с малышом тоже остановились. Так вот они и стояли друг перед другом. «Что тебе, девочка?» — спросила женщина. Она была нарядная и красивая, меховая. «Шар!» — сказала Тоня. «Как шар?» — сказала меховая женщина. «Это наш с Люкой шар. Правда, Люка?» — сказала она в однух своего малыша носом. «Мы его купили. Он нам очень понравился, и мы его купили». Она говорила уже не Тоне, а малышу. «Люка! У нас очень любят такие шары». Люка сидел на руках у меховой мамы, розовый, равнодушный, как китайский божок. И бессмысленно таращился на Тоню. «Так что, девочка, шар этот наш, и нам с Люкой надо бежать, потому что сейчас вернется наш папочка». И она еще раз боднув, равнодушного люку носом, хотела уже идти дальше, но Тоню все стояло. Перед ней и тревень бомбы. Только самый большой шар на свете, самый круглый, самый красный шар, только он один и был на свете. «Что ж ты, девочка, пропусти нас!» Недовольно протянула женщина и шагнула на Тоню. «Тетенька, тетенька!» – закричала Тоня. «Что, девочка?» – строго сказала меховая тетенька. «А где вы его достали?» – сказала Тоня. И его почему-то произнесла шепотом. «А это мы с Люкой сейчас тебе объясним!» Вдруг смягчившись, сказала тетенька. «Это ты сейчас пойдешь по этой улице и свернешь по первой улице направо. Пойдешь по ней, а там совсем близко. Недлинный переулок, недлинный. Нет, он ничего себе, это у него название такое. Там дом такой зеленый, он один там такой зеленый. Ты сразу его увидишь. У него еще у ворот женщины такие каменные стоят. Вот пройдешь в отбор, и там прям парад на третий этаж. А мы с Люкой побежали. Побежали, ух ты, мое сокровище!» Боднула она Люку и действительно побежала. Но это только несколько шагов. И там пошла и скрылась. Тоня быстро и словно во сне нашла и не нашла. Угадала и не длинный переулок, и зеленый дом с белыми каменными женщинами. И прошла во двор. Двор был странный. Дом внутри был тоже зеленый, но темный, облупившийся. А в середине двора, огороженные круглой решеткой, кольцом росли большие старые деревья. И были они словно взявшись за руки. А в самой середине был круглый фонтан. А в середине фонтана красивая белая птица. Тоня увидела прямо через сквер парадную. И направо через сквер там были скамейки. И они все были заняты. Тоня уже проходила в парадную, как услышала скрипучий голос. «Девочка! Девочка!» Тоня остановилась и обернулась. «Подойди сюда, девочка!» Сказала старуха на одной из скамейок. Тоня вернулась. «Ты ведь пришла за воздушными шарами?» Сказала старуха и пристукнула клюкой. «Да!» Сдавленно сказала Тоня, изумившись. Откуда старуха могла узнать? «Будешь со мной!» Сказала старуха. «И вам шар?» Удивилась Тоня. «Мы не все здесь за шарами!» Сказали люди на скамейках. Тоня примастилась на деревянную жердочку, окружавшую газон. На газоне лежали прошлогодние бурые листья. Тоня совсем не понимала, что с ней происходит. Она осторожно покосилась на старуху. Та сидела, положив подбородок на клюку. Тоня увела взгляд. Ей было немного страшно. И уж точно, что трень, бом, динь! Это не ее город. Изумрудный. Или еще какой-нибудь. Или, может быть, ей это все снится. Она еще раз покосилась на старуху. Старуха была на месте. Говорила что-то соседу. «Сейчас я что-нибудь узнаю!» Подумала Тоня и прислушалась. «И вот дом горит!» Говорила старуха. А я-то все вверх-вниз, вверх-вниз вытаскиваю, что могу. А сын все не идет и не идет. А на улице темно уже, вот только сугробы белеет. И дом горит. И тогда он и появился, такой черный, такой мрачный. Я выношу, а он принимает. А сыну все нет. А я старый. Что я с ним сделаю? Я его боюсь. Что ему стоит? Я выношу, а он принимает. Так все и принял. А потом уже сын пришел, а ничего не осталось. Все тот принял. Только вот один самовар и остался. Я его в сугроб сунул, серебряный. Трень, бом, динь. Все правда, думает Тоня. Так оно и есть. Да, говорит сосед. Тяжелые были времена. А сейчас что? А вот сейчас что? Как-то звонкой, скороговоркой напала старуха. Вот шар. И тут 30 рублей в сторону. 30 рублей. Эта новость пронзила Тоню. Она как-то и не думала об этом. Таким все странным было. Вокруг 30 рублей. Тоня вскочила. Бабушка, бабушка. Что, деточка? Портовый проспект есть в этом городе? А как же, деточка? Совсем рядом. А что тебе? Ой. Я там живу. Странная девочка, не правда ли? Сказала старуха соседа. Как выйдешь, деточка, так направо поверни. Все иди, иди. Все прямо и прямо. Там и будет твоя улица. Бабушка, а я успею? Встревоженно сказала Тоня. Куда успеешь? Я вернусь, а шары еще будут. Вот уж не знаю, деточка. Это сказать я наверняка не могу. Не знаю. А ты бегом, бегом. И Тоня побежала. И тоже очень легко нашла свою улицу. Да, это ее улица. Совсем такая. Народа было по-прежнему много. Но колонн уже не было. До дома было еще довольно далеко. Вот Тоня бежала. Шар, 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 шар. И совсем уже еле дыша. Взлетела по лестнице. Папы дома не было. В отчаянии Тоня опустилась на диван и тут же вскочила. Но она же не поспеет, опоздает. Помчалась на кухню. Там у плиты распаренная и сердитая возилась Марья Карповна. Тоня, необъятная. Она с легкостью носилась по кухне. Ожесточенно громыхала мисками, кастрюлями, словно те были живые. И на них можно было сердиться. И рук ее почти было не разглядеть. Так они мелькали. А тебе что тут надо? Уходи! Уходи! Не переставала мелькать, буркнула Марья Карповна. Тетя Мария, дайте мне, дайте мне, пожалуйста, жалобно растягивая слова, говорила Тоня. Папы дома нет? Вечером он отдаст. Дайте, пожалуйста, мне. Ну, честное слово, папа мне наверняка бы купил, только вот его дома нет. И ходит, и ходит. Чего тебе? Ну, дайте мне 30 рублей до вечера. 30 рублей? Чего же захотела? Так вот, вдруг возьми и дай какой-то девочке, говорила Марья Карповна, шлепая тесто красными пухлыми руками. А зачем тебе? Там шар такой, сказала Тоня и взмахнула руками. Воздушный, что ли? Ну, да. Это 30 рублей за воздушный шарик? Ужаснулась Марья Карповна. 30 рублей. Шутка сказать, дерут-то 30 рублей. Ты что, заработать надо? Деньги-то какие? Ну, тетенька Марья, папа, вам вечером все? Да вечером говори. Да это ж какие-то сейчас деньги, два мороженого, все деньги. Эх. Она обтерла руки аппарту и в развалку проковыряла к себе в комнату. Вернулась с красненькой. И то ведь ребенку радость, говорила она, разглядывая тридцатку. Праздник ведь. Как же тебя не побаловать-то, сирота моя несчастная? Ой, горит! Ах ты, Господи! Бросилась она к плите, а потом к Тоне. На, хватай, добеги, пока не раздумала. Ух ты, Господи! Праздник, кричала Марья Карповна, хватаясь за горячую кастрюлю и с громом сбрасывая крышку. Кому праздничек, а кому? А Тоня уже мчалась по портовому проспекту, сжимая в кулаке тридцатку, обегая, протискиваясь, проскальзывая, мелькая рыжей головой. Вот зеленый дом, большие белые женщины, круглый скрик во дворе. А в скрикке никого нет. И старухи нет. Опоздала, опоздала! Стучала кровь в голове. Тоня взлетела на третий этаж. Хорошо еще, что сразу ясно, какая дверь. Одна всего, другая заколочена. С налету Тоня позвонила. Тут же испугалась. Позвонить в незнакомую дверь? Раньше она постеснялась бы. А может, и не решилась вовсе. Тоня еще не отдышала, сердце стучало на всю площадку. Дверь долго не открывали. Открыла ее полная, дряблая женщина. Еще не старая, удивительно белая. Все у нее было вниз. И щеки, и фигура. Казалось, она стекала вниз. Она была растрепанная, запыхавшаяся. И белая-белая. «Что теперь?» Спросила она группа. «Шар! У вас шары!» Сказала Тоня и разжала кулак с побелевшими пальцами. «Вот!» Так она и стояла перед большой белой женщиной, держа перед собой на ладошке красненький комок. Женщина смерила это все и Тоню, и комок. «Нет здесь никаких таких шаров!» Сказала она и захлопнула дверь. У Тони немного закружилась голова. Все поплыло куда-то вправо, вправо. Что-то внутри с замиранием ухнуло вниз, как в лифте. Тони ухватилась из-за перила. Потом из белого тумана выплыли в обратном порядке, чем исчезали. Перила, лестница, потолок, площадка, двери, звонок на двери. А как же шар? Самый большой на свете, самый круглый, самый красный. И золотой на нем кораблик. Шара не было. Но его не могло не быть. Это Тоня понимала и не сходила с места. Так она простояла около часа. Какие-то люди спускались, поднимались по лестнице. И Тоня, отворачиваясь от них в сторону, Она хотела еще раз позвонить, но не могла. И только смотрела на узкую щель почтового ящика. В его пять дырочек внизу и тихо приговаривала. Вот сейчас откроется. Раз, два, три. И вот сейчас она достала из кармана катушку, Погладила шелковую проволоку и замедлением раз. Раз, два. За дверью послышался смех, и она распахнулась. Подобранная и веселая появилась та самая большая белая женщина с мусорным ведром. «Ты все еще здесь, девочка?» Сказала она уже значительно мягче. «Шаров нет!» «Они были, но все уж кончились. Ты иди домой, иди!» И она стала спускаться. Тоня не верила. Она гладила шелковую проволоку и уже знала, Что шара не может не быть. Когда женщина поднялась с пустым ведром И увидела Тоню на том же месте, И встретилась с ней взглядом, Она вдруг побелела еще больше, И левая щека у нее запрыгала. «И ты все стоишь?» Сказала она. «Да я бы сейчас до тебя хоть десять сделала!» «Нету!» «Ах ты, бедная моя!» «Ну что мне с тобой делать?» «Ах ты, Господи!» Вдруг вскрикнула она. «Ведь есть же один-то!» «Есть!» «Только с брачком!» «Бачок у него подгорел!» «Ты подожди!» «Я сейчас, сейчас, мигом только надую!» «Газ еще остался!» «Ты подожди!» И торопливо она исчезла за дверью, И дверь оставила полуокрытой трень, «Бом-динь!» «Трень-бом-динь!» Приближался издалека звон колокольчика, Ближе, ближе, что-то разрывалось в тоне, Распирало, и она всклипнула. И появилась женщина, Неся перед собой огромный красный шар. А вот золотой кораблик, «Трень-бом-динь!» Тоня ничего не видела, Шагнула с вытянутыми вперед руками, Взялась за веревочку, Женщина улыбалась, «Бери, милая, бери!» Тоня протянула на ладошки красненький комок, Радость исчезла с лица женщины, Какие-то тени прошмыгнули по ее опущенному лицу, Все это в одну секунду. Она взяла Тонину тридцатку, И, не поднимая глаз, Тихо ускользнула за дверью. Тоня спускалась, «Трень-бом-динь!» Звенела в ней «Трень-бом-динь!» Она смотала шнурок И взяла шар руками с двух боков. Еле хватило рук обхватить его, Она слегка сжимала шар И чувствовала под ладошками Его упругого, почти живого. Она слегка нажимала на шар пальцами, Всеми пятью по очереди, Словно играя гамму. И трень-бом-динь, трень-бом-динь! Потом она увидела, Что шар не такой уж и круглый. В одном месте он был Словно перетянут ниточкой, И большое рыжее пятно Было с одного его боку. Пусть это было так ничтожно, И не смогло ее омрачить. Трень-бом-динь! Это ее огромный красный шар, И золотой на нем кораблик. Она шла по своей улице, улыбалась И ничего не видела вокруг. Шар натягивал шнурок, И когда она поднимала голову, Он плыл над ней, огромный и красный, На голубом небе. «Где эта девочка достала Такой прекрасный шар?» Спрашивали ее. «Это я сама достала!» Говорила она. «Так где же, где?» Говорили ей. «Таму жене!» Говорила она. Вот и ее дом, Вот и садик, Из которого она вышла утром. В садике на нее Со всех концов налетели мальчишки. «Лиса!» «Лиса Патрикеевна» И вилась! Закричали они, И вдруг Замолчали. «Может, тоже услышали Это трень-бом-день?» Тоня стояла в центре, И ее распирала гордость. «Где это ты его раздобыла?» Тихо и восхищенно сказал один мальчик. «В недлинном переулке!» Сказала Тоня. «В недлинном?» «В недлинном!» «Ха-ха-ха!» Заулелюкали вдруг ребята. «Может, в некоротком?» «Ха-ха!» «Может, в нешироком?» «Может, в прологоватом?» Закричали они И запрыгались, Заколдели вокруг. Кто-то подпрыгнул И ущипнул шар. Резина Искнула У него под пальцами. Тоня вдруг поняла, Что сейчас произойдет. Побледнела И отшатнулась. Но сзади тоже были мальчишки. Они тоже прыгали И улюлюкали И хотели ухватить шар. Тоня вытягивала руку шаром вверх И приподнималась на цыпочки. «Не надо!» «Не надо!» Кричала она. «Это мой шар!» «Мой!» «Нельзя!» Но кто-то уже схватил ее за рукав. Кто-то дернул за косу. «Лиса! Лиса!» Кричали они. Тоне стало страшно жутко. Рука, которую она вытянула С шаром ныла. И тут Тоня почувствовала, Что сжимает что-то в кулаке Другой руки. «Катушка!» «Я вам лучше вот что отдам!» «Это лучше!» «Это гораздо лучше!» Сказала она И протянула им катушку С рыжей проволокой. Все с криком Бросились на катушку. Тони чуть не вырвали руку. Но она уже бежала вон. Вон из садика С шаром! Шаром! Он был цел! Цел! Она сбежала на свою площадку, Задыхаясь, И ключ не лез в сважину. И мешал шар! Сверху спускалась Леонора Леонидовна С сыном. Сын закричал «Шар! Хочу!» «Это девочкин шар!» Сказала ему Леонор Леонидовна. «Разве ты не видишь, Тонечка?» «Где это ты достала Такой прекрасный шар?» «Это я сама достала!» Сказала Тоня. «И там уже нет!» «Хочу!» «Хочу!» Монотонно гудел сын. «Замолчи!» «Замолчи!» Сказала Леонор Леонидовна сыну. «Ты, Тонечка, скажи, где?» «Мы, может, завтра сходим В недлинном переулке. А дома номера не помню. Квартиры тоже!» Сказала Тоня. И засмеялась. «Не шути, девочка!» Сказала Леонор Леонидовна. «Я все-таки никак постарше тебя!» «Да нет, серьезно, мне длинно!» «Он ничего себе!» «Название у него такое!» Одно он зеленый, такой, с большими белыми тетями. А внутри садик, там такой фонтан с птицей!» «Стыдно тебе, девочка, должно быть!» Сказала Леонор Леонидовна. «Стыдно?» И начала спускаться по лестнице. Тоня справилась с дверью и, обняв шар, внесла его в квартиру. «Все!» «Теперь он в безопасности!» Мария Карповна, уже совсем вареная, высунулась из кухни. «Ах, вот он, голубчик!» Сказала она. «Что это, он подгорел, что ли, с одной стороны?» «И вот там...» «Ах, да чего прекрасный у тебя шар!» «Самый лучший!» «Я таких не видывал!» Тоня, обнимая шар, осторожно открыла дверь в свою комнату и вошла. Папы еще не было. Она придавила шнурок утюгом, посредине круглого стола зажгла свет. Шар натянул шнурок и покачивался в центре комнаты огромный красный трень-бом-день невиданный цветок. Тоня маршировала вокруг стола, высоко задирая руки и ноги, и пела. А показать некому папе все нет и нет. Комната у них с папой была осенькая, маленькая. И Тоне вдруг показалось, что для шара в ней мало воздуха. Вот такой он огромный, этот шар! Она открыла окно, привязала шнурок к шпингалету и выпустила шар на улицу. За окном он был как флаг. «Теперь тебе хватит воздуха!» Сказала Тоня и села на диван. И вот тут она почувствовала, как она устала. Надо только дождаться и показать. Она сидела, иногда посматривала в окно, за окном покачивался шар, и был он самый большой и круглый в мире. Тоня уже совсем клевала носом, когда пришел папа. Он вошел грустный, устал, сел с ней рядом. «Как хорошо дома», — сказал он. А Тоня, «Тоня!» А Тоня посмотрела в окно. «Шар!» И вся радость, задремавшая вместе с ней, проснулась, и от того, что есть с кем поделиться, возросла вдвое. И она рассказывала, 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 рассказывала. «Фу, вот и все!» — сказала она. «Ах ты ж мой флажок!» — сказал папа и погладил ее по голове. «Это самый замечательный шар, какой я видел в своей жизни!» И Тоня уснула. И снилось ей, как в детдоме. Ей пришла посылка от мамы. И были там красные штаны. Мама думала, что Тоня все такая же толстая, да еще выросла за два года. И штаны оказались Тоне очень велики. Они висели ниже колен, торчали из-под юбки. И Тоня в шагу не могла ступить из-за этих проклятых индюков. Вот она идет, а они грозно шипят, медленно отделяются от заборов и все ближе. Их все больше со всей улицы. И такие гадкие птицы вытягивают свои голые шеи. И трясутся их противные красные клювы. Тянутся к ее штанам и шипят они все громче и противнее. Тоня бежит. И они бегут за ней, хватают за штаны, больно щиплют за ноги, шипят. Она не может быстрее, сползают с штаны. И вот они эти индюки, они же мальчишки с ее двора. Они же две цыганки, клюют, прыгают, рвут. И ее самый большой и самый красный шар. «Нет!» Кричит Тоня и просыпается. В испуге смотрит в окно. Трень, Бога, день. Папа сидит рядом и смотрит на Тоню. Папа улыбается ей. И Тоня вдруг вспоминает то, что все время хотел у него спросить. «Папа, а ты знаешь, где недлинный переулок?» «Нет, Антоню знаю». «И никогда не слышал о нем?» «Нет». «А зачем тебе?» «Тоня смотрит в окно и вдруг улыбается тому, что знает только она». Трень, Бога, день. Трень, Бога, день. Продолжение следует...